Глава шестнадцатая. Ситхи. По ночам и звезды еще висят, но никто не знает, какой ценой. Светлана Кекова. Обратимся к паранормальным способностям. Випхути или ситхи, которые, как говорят, свойственны людям, освоившим и регулярно практикующим йогу. Изложенные в данной главе гипотезы не более чем попытка осознания событий, которые с какого-то момента неизбежно возникают в жизни адепта. Итак, сам яма есть совокупность методов работы с сознанием, включающая концентрацию, тхяну и сосредоточение. Эти три – суть средства реализации паранормальных способностей. Классическая йога. Или, благодаря сам яме на трех изменениях, тхарана, тхяна, самадхи, возникает знание прошлого и будущего. Там же. Благодаря сам яме на свете в голове возникает видение ситхов. Благодаря интуитивному озарению наступает всевидение. Ситхи возникают, говорит яса, вследствие безупречной практики сам ямы. Но в то же время, они являются препятствием при йогическом сосредоточении и магическими совершенствами при пробужденном состоянии сознания. Мы добиваемся полного интуитивного знания о том, на чем сосредотачиваемся. Высшие способности чувств, гиперстезия, благодаря которым йогин может видеть и слышать на расстоянии, появляются как результат сосредоточенности. Мы можем достигнуть также непосредственного знания подсознательных впечатлений и, благодаря им, познания наших прошлых жизней. Йогин может сделать свое тело невидимым. Сверхъестественные силы в действительности препятствуют саматьям, хотя они рассматриваются как совершенства, когда кто-нибудь достигнет их. Они – побочный продукт высшей жизни. Индийская философия о том второй. Аскеты шиваистской секты капаликов стремились именно к ситхам. Их первоначальной целью было не столько мистическое единение с божеством, сколько достижение йогических сил, таких как телепортация, способность становиться невидимым, проникать в ум другого человека, ходить по воде и летать по воздуху. Для этого они, кроме всего прочего, практиковали суровые упражнения хатха-йоги. Странствующие едины. Ранее упоминалось об исключительных способностях йога-факиров, одним из которых был наш современник – свами Рама. За этими чудесами стоит изощренная коммуникация, сознание с телом и с его процессами. Однако возможности эти локальны и ограничены телом факира. В начале 1980-х годов, пока я адаптировался к московской жизни, а родители мои еще жили возле моря, в Судаке, у мамы случился инфаркт, который они тогда от меня скрыли. Именно в это время приснился сон, настолько испугавший меня, что я среди ночи бросился звонить в Судак. Суть сна была в том, что мама умерла, но почему-то здесь, в Москве. Звонит отец, и я в ужасе бегу из высотки нашего НИИ на проспект Пернадского. Шли годы, постепенно все забылось. Родители переехали из Судака сначала в Харьков, затем в Изюм и уже в 87-м в Москву. Сколько я помню, мать всегда страдала сердцем, которое у нее убило Ангина еще в 42-м, на фронте. Затем дело довершил ревматизм. Летом 88-го неизбежное все-таки случилось. В тот день с утра я был настолько не в своей тарелке, что явившись на работу, пошел было сдаваться в медпункт. Но тут позвонил отец и не своим голосом попросил приехать как можно скорее. Маме очень плохо. И когда, себя не помня, я выскочил на проезжую часть проспекта у нашей высотки на стекляшке, и бешено замахал мчащимся автомобилем, в сознании вспыхнул тот самый сон. Называя водителю адрес, я уже знал, что как тогда во сне не успеваю видеть маму живой. И не успел. Все, что было в том давнешнем сне, совпало с реальностью, вплоть до цвета машины. В работе «Синхронистичность» Юнг рассказывает о своем друге, который гулял по испанскому городу, руководствуясь увиденным ранее сновидением. И приводит факты из биографии Свиденборга, наблюдавшего во сне горящий Стокгольм, находясь весьма далеко от него. В первом случае информацию поступает в сознание, игнорируя пространство и время. Во втором только пространство. Экстраординарное восприятие нередко проявляется у людей с тяжелой патологией мозга. Это видение сквозь материальные преграды, знание будущего, определение вкуса и цвета на ощупь и так далее, смотря работы Ли и Васильева. То, что мозг способен такому восприятию даже в здоровом состоянии, подтверждает феномен ситх. Хотя согласно критериям современной психиатрии, йоги, у которых есть такие способности, здоровыми людьми не являются. Задолго до фермии Силарда физики сталкивались с явлением радиоактивного распада, но его никто не замечал. Не знали, что именно нужно заметить. Как только явление было создано, поименовано и описано, оно начало встречаться очень часто. Может быть в случае ситх стереотипные объяснения не дают возможность встать на новую точку зрения? Случайными Юнг называет явления, отсутствие причин у которых четко доказано. Пример. Женщина фотографирует новорожденного сына и уезжает в другой город, оставив проявлять фотопластинки в Страсбурге. Началась война, вернуться, чтобы забрать фотографии, ей не удалось. Три года спустя, уже во Франкфурте, чтобы снять новорожденную дочь, она приобретает фотопластинки в каком-то магазине. Когда одну из них проявили, оказалось, что изображение дочери наложилось на сделанные три года назад фото ее сына. Такие события Юнг назвал синхронистичными. Они основаны на одновременном наличии двух состояний. Либо в повседневность торгается нечто ей народное, либо с ментальным содержанием сознания вдруг начинает совпадать материальные, неизвестно откуда, взявшиеся артефакты. Приведу примеры на этот счет из опыта личного и моих учеников. В нашей квартирной двери два замка. Ключ от верхнего плоский. Он проходит в прорезь только в определенном положении. Дверь открываешь, как всегда, машинально, при этом вероятность точного попадания ключа 50 на 50. Тем не менее, ключ всегда попадает как надо, а если вдруг случается ошибка, я сразу настораживаюсь. Это признак какой-то погрешности моего внутреннего состояния. Сообщение супружеской пары из Канады. 5 лет практики. У кого-то из нас появилось странное свойство. Каждый раз, когда мы пытаемся как-то взаимодействовать с новым человеком, что-то не складывается. У этого человека возникает неудобная ситуация. Ну, например, он на встречу не попадает, или выполнить обязательства не выходит. И тут сразу становится ясно, хороший это человек или так себе. По реакции на эту неприятность. Ну, как бы тест, что ли. В общем, об эту ступеньку все мошенники или продавцы ненужных нам услуг спотыкаются. Даже забавно. С хорошими людьми потом все налаживается. Вот такая ситха. В 1994 году чудной Крымской ночью я сказал сыну. Смотри, Сережа, как портят очарование фонари эти глупых забегаловок. После моих слов побережье мгновенно погрузилось во мрак. Сын воскликнул. Тебе в цирке работать надо, папа. Потом, подсвечивая тропу фонариком, мы возвращались на свою базу отдыха Костель. Подходя в кромешной тьме к воротам, я сказал. Все это, конечно, хорошо, но надо бы поработать. Мгновенно в окнах домика базы и внизу у моря вспыхнул свет. Вот сюжет сна, увиденном новую весною 1993 года. Симферополь. В старинном доме на улице Курбышева, который давно-давно снесен, пакует вещи, готовясь к переезду. Мой одноклассник Валера, о котором я давным-давно и думать забыл. Так и не удалось пообщаться с ним в этом сне, потому что он не замечал меня. Была там и покойная мать Валеры, и даже его соседи. Летом того же года, приехав из Москвы в отпуск, я встретил одноклассницу, с которой мы сидели в школе за одной партой и не виделись 30 лет. Когда, перебирая в разговоре своих, добрались до Арсенькива, Нина сказала по мрачне. Он весной повесился. Белая горячка. Один из моих учеников привел интересный эффект. Понимаете, компания у нас большая. Строим объекты по всей Сибири. Так вот, последние два года руководство сильно меня повысило, в материальном плане просто супер. Но удалевают сомнения, потому как платят непонятно за что. Когда где-то события начинают идти не так, конфликты какие-нибудь начинаются. Меня просто командируют туда и все. С дикой формулировкой. При нем все успокаивается. Понимаете? Не потому, что я что-то делаю, а только от факта моего присутствия. Работаю палочкой-выручалочкой. Не знаю, что с этими деньгами делать. Как-то неуверенно себя чувствую. Что вы на это скажете? Я порекомендовал ему заняться адресной благотворительностью и вспомнил йога с утра, главу вторую, шлоку 35. При утверждении йога в ненасилии, в его присутствии исчезает враждебность. Так происходит со всеми живыми существами. И вспомнил свои собственные заморочки. Работаю с девочкой, у которой сколил с четвертой степени. Возвращаюсь домой из центра, чтобы успеть начало занятий с ней в 16 часов. Тверская стоит насмерть. Опаздываю минимум на четверть часа. Мобильный телефон Анечки наизусть не помню и думаю. Неудобно получается. Будет человек ждать у подъезда. Ну что же, ничего не поделаешь. И сразу же звонок от ее матери. Виктор Сергеевич. Аня села на Полежаевской, не на тот троллейбус и опоздает минут на 15. Встретились мы у подъезда. Я вышел из машины. Девочка как раз подходила. И так события складываются всегда, если внутренний покой устойчив. Я называю это малыми ситхами. Впрочем, иногда они бывают покрупнее. В 1992 году у моего отца в очередной раз обострилась язва 12-перстной кирпичи. Эта ерунда мучила его уже пятый десяток лет. С фронта. Его положили в больницу примерно в часе езды от проспекта Вернадского. На другой день я взял на работе отгул и помчался к нему. Поднявшись из метро, Марксиская встала на обочине шоссе энтузиастов и стал голосовать. До больницы надо было ехать в сторону МКАДа. Погода для января класс. Хороший морозец. День светлый, хотя и без солнца, скрытого белесой дымкой. Снега немного, асфальт очищен. Почти сразу возле меня притормозил рафик. Цвета хаки с коричневой полосой по бокам и надписью на ней с обеих сторон. Кино-фотосъемка. Водитель показал на свободное место подле себя. Я сел и машина тронулась. Только хотел было заговорить про Бакшиш, как начался звон в ушах, тошнота. Перед глазами завертели сгущаясь осколки тьмы. «Останови, парень», – торопливо сказал я, чувствуя, что теряю сознание. Звизгнули тормоза, едва не въехав головой в лобовое стекло, я пробормотал. «Извини». И боком вывалился из машины. Водитель молча повертел пальцем у виска, хлопнул дверью и уехал. Я встал на обочине, как тритоплено плющихи. Все сразу как рукой снял. Что за ерунда? Я глубоко вздохнул, выдохнул, повертел головой, глянул вправо-влево, все в порядке. Подпрыгнул. Нормально. Голова, правда, какая-то шальная. Но ехать-то все равно надо. Вскоре меня подобрало такси, а через несколько минут мы встали наглухо. Я напрягся. Отец ждет. С самочувствием непонятно что. Не припомню похожего. Пробка там, где ее никогда не было. Что за день такой? Стояли долго. Наконец поползли. Идущие впереди машины делали крюк на перекрестке, объезжая что-то справа. И когда мы поравнялись с этим чем-то, я увидел картину маслом. Мас, армейской рассветки и самосвал Татра, груженный щебнем, который рассыпался теперь по всему перекрестку, сплющили нечто в блин. Оно чадно горит. Вокруг народ, милиция, скорая. Люди пытаются что-то извлечь оттуда, но, по-видимому, тщетно. И уже обернувшись назад, я рассмотрел на голом металле среди языков пламени, вырывающегося из этого месива, часть коричневой полосы и буквы «Ось-йом». «Что с тобой?» – спросил отец. И когда я рассказал ему, он ласково похлопал меня по плечу. «Забудь, сынок, это был не твой снаряд». Короче говоря, в том или ином виде малые ситхи сопровождают меня уже много лет. То же самое происходит и с другими известными мне практикующими. Может быть, не в таком количестве и не так выражено, поскольку суммарное время практики у них поменьше. Следующую группу случайных событий дает парапсихология. Юнг в своей статистике пользовался опытом Дж. Б. Рейна, где карты со специальными символами тестовала машина. Затем они раскладывались сериями по пять штук. Испытуемый, отгадывая, называл карту, которую для проверки переворачивали. Один молодой человек получал результаты гораздо выше прогнозируемых. Однажды он угадал подряд серию из 25 карт, вероятность чего составляет 1 в 298 миллиардов. То есть при одной попытке в секунду, подобный случай мог бы реально произойти один раз за 8 тысяч лет. Весьма интересные данные о подобных вещах публиковались в журнале «Психофизика» Центра Васильева. Юнг классифицировал эти феномены следующим образом. Первое. Совпадение переживаний наблюдателя с происходящим в этот момент неподалеку событием, при котором наблюдатель лично не присутствует, но его психическое состояние полностью отвечает содержанию данного события. Второе. Совпадение состояния наблюдателя с событием, происходящим в то же время, но на большом удалении. Третье. Совпадение психического и ментального переживания с событием будущим, реальность которого может быть установлена только впоследствии. Общим у всех этих отдаленных от субъекта во времени и пространстве явлений оказывается полная эквивалентность, смысловая или материальная, с тем, что он узнает ниоткуда или просто чувствует. Явления эти возможны при двух условиях. Либо психика индивида независима от пространства-времени, либо она встроена в глобальную и пока неизвестную нам систему взаимодействий. Попытаемся взглянуть под определенным углом на соотношение общего и частного, закономерного и случайного. С одной стороны, тело человека – это типовое изделие, тиражированное сегодня в более чем 6 миллиардах экземпляров. Организация принципов функционирования его также едимы. С другой стороны, несомненно, что в каждом теле имеются уникальные особенности, обеспечивающие ему неповторимость. Американские ученые установили, что все населения планеты представляли на сотни тысяч типов лиц, то есть каждый живущий имеет сегодня примерно 60 тысяч двойников, без учета возрастных различий. Кроме совпадения по лицам, неминуемо существуют двойники по телосложению. Если совпадают обе группы признаков плюс возраст, мы имеем полную физическую идентичность. Тираны и диктаторы часто подбирали себе двойников, иногда последние находились сами. Известен берлинец Густав Веллер, которому власть в нацистской Германии официальным указом запретили отпускать усы, делающие его копией фюрера. Можно вспомнить Сталина и Михаила Геловани, или, например, эпизод, описанный Паустовским в автобиографическом цикле «Беспокойная юность». Феномен близнецов, не говоря уже о клонировании, лишний раз показывает, что человеческие существа могут быть не только похожими, но и фактически идентичными. Опираясь на сохранившиеся архивы и портретные галереи, генетики исследовали ряд аристократических династий Европы, при этом выявился прелюбопытнейший факт. Дети нередко похожи не на родителей, бабушек, либо дедушек, а повторяют от полного внешнего сходства до личностных свойств, облик, а иногда судьбу людей, живших много поколений назад. Есть два основных вида идентичности. Двойники единоутробные, сегодня известно около 20 миллионов пар близнецов, похожих друг на друга, как две капли воды, и случайные, существующие в одном, горизонтальном, временном слое. Известны также двойники по вертикали, в разном времени. Не говорите, что это уже когда-то было, ибо оно еще когда-то будет. Не говорите, что это когда-то будет, ибо все это уже когда-то было. Итак, физическая уникальность человека весьма относительна, однако с психикой и сознанием дело обстоит с точностью да наоборот. Множество поразительно однотипных, по внешнему виду и структурным особенностям, артефактов цивилизации, возникали совершенно независимо и в разное время. Это относится в первую очередь постройкам и орнаментам. Однако ссылки на сходство материалов, орудий и внешних условий все же не вполне убедительны. Они не позволяют полностью объяснить сходство и совпадение особенностей упомянутых выше произведений искусства. Красота и мозг. Гораздо более вероятно создание идентичных орнаментов, нежели еще одну теорию относительности. Тем не менее, это укладывается в рамки гипотезы о том, что материя порождает дубликаты как первого рода, физические тела, так и второго, результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку род Homo sapiens насчитывает сегодня, по западной статистике, примерно 85 миллиардов живших и живущих ныне на планете людей, следовательно, тело каждого живущего в данный момент является либо дубликатом тех, кто уже были раньше, либо предтечей тех, кто появится в будущем. А все человечество – единый четырехмерный биологический конгломерат. Возникая и развиваясь в уникальном объеме пространства, даже близнецы, стартующие в бытие с минимальным разрывом во времени, проживают неповторимую судьбу. Но с другой стороны, мы никогда не задумываемся о том, насколько типовой процесс – поседневная жизнь тела. В физике частиц известны опыты по расщеплению фотона на дочерней и внучатой кванты. После этого, одна пара внучатых, вне зависимости от внешних обстоятельств, одновременно и беспричинно дублируют все, что происходит с первой. Иными словами, кванты, полученные при расщеплении фотона, так и остаются частями единого материального объекта и ведут себя как одно целое, вне зависимости от того, как давно случилось разделение и на каком расстоянии друг от друга они пребывают. Реальное поведение их таково, будто они находятся на противоположных концах сколь угодно длинного, абсолютно твердого стержня, и любое движение одного объекта мгновенно отражается на другом. Проще говоря, они каким-то образом существуют в неизвестном пока поле взаимодействия, скорость передачи информации в котором бесконечно велика, а время равно нулю. Крамольный и забытый сегодня астрофизик Николай Козырев утверждал, что время превращает Вселенную во фронт плоской волны и является эквивалентом эфира, благодаря чему все макротела облагают способностью мгновенной коммуникации. Если, согласно одной из гипотез, человечество произошло от одной пары пролюдей, то сегодня эта матрица состоит из миллиардов клеток и дубляж на физическом уровне неизбежен. Когда общее количество индивидов на планете превысит 20 миллиардов, примерно количество нейронов мозга, станет вероятным появление субъекта с полной идентичной психикой. Упомянутая выше гипотетическая матрица приблизительно имеет треуслойную структуру и в ее основе лежит банк данных времени. Первый уровень – автономный организм, обменивающийся с внешним миром, веществом, информацией и энергией. Второй – эго. Часть индивидуальной психики. Чип в сером веществе мозга, обладающая самоосознанностью и встроенная в автономное тело, за исключением сиамских близнецов. И, наконец, уровень третий – бессознательная, связанная с историей рода. Чип в белом веществе, отвечающая за архетипические и паранормальные явления, в том числе ситхи. Быть может, именно этот последний, не обнаруженный пока наукой чип, реализует в том числе функцию поля – сети или единого. Судя по ситуации, в которой оказалось сегодня человечество, многие беды являются результатом отсутствия необходимого контакта индивида с матрицей. Сознание может работать весьма успешно для блага самого человека, но это вовсе не означает пользы в более широком контексте для окружающей среды и цивилизации. Раковая опухоль тоже функционирует успешно, быстро растет, но ее развитие противоречит интересам организма. Пока человек оставался органической частью природы и не губил ее быстрее, чем она восстанавливалась, в глобальном ограничении его действий и желаний просто не было нужды, но сегодня она есть. Более того, от нее уже не отмахнуться. Мировые религии не по этой части, они работают в сфере социума, да и то неэффективно. Например, убийство на протяжении веков так и осталось проблемой неразрешенной. А уж отношения между человеком и природой для церкви вовсе безразличны. Да, Александр Македонский, Сшинь-Ши Хуанди, Тимур, Ленин, Гитлер и Сталин уничтожили миллионы людей. Их поведение было абсолютно неэкологичным по отношению к собственному роду. Тем не менее, это были внутривидовые разборки. Невзирая ни на что, численность человечества все время росла, и тенденция эта сохраняется. Если же рассматривать отношения между цивилизацией и природой, глобальную экологию, то здесь ситуация принципиально иная. Политические и финансовые элиты наиболее развитых экономических государств, принимающие стратегические решения, а также состоятельные граждане, не видят надобности, не желают, им и так пока хорошо, осознавать себя частью природы. В результате, биосфера стремительно деградирует, скатываясь к необратимому состоянию. В этом смысле йога может быть исключительно полезной и каждому, и обществу в целом, поскольку ее практика, с одной стороны, оздоравливает индивида, с другой, не дает возможности забыть о том, что он часть целого. Если опухоль осознала контекст и перестраивает свое поведение, она перестает быть раковой, то есть безысходно ведущей гибели. Нейрохирург Прибрам, языки мозга, 1975 год, отметил, «Ученые приходят к мысли о том, что внешний мир построен по голографическому и структурному принципу, подобно тому, как мы пришли в этой книге к выводу о голографической и структурной организации нервной системы. Следовательно, между мозгом и другими физическими устройствами существует известный амизоморфизм». Концепция бутстрапа, разработанная Джеффри Чу, также основана на гипотезе наличия всеобщей структуры мировых взаимодействий. Каждая точка ее содержит информацию обо всех остальных точках пространства-времени. Взаимодействие мозга с голографически организованной окружающей материи основывается на том, что он имеет возможность обращаться к памяти, им костная система, которая находится вне самого мозга. В данном случае, мозг выполняет функцию интерфейса, соединительной системы компьютера, а сама информация находится где-то в другом месте. Он помнит лишь параметры множественных каналов информации, по которым можно обратиться в реестр памяти, лежащий в окружающем пространстве. Книга «За пределами мозга». Судя по множеству фактов, накопившихся сегодня в самых разных аспектах изучения человека, мозг способен каким-то образом включаться в структуру более высокого порядка, становясь приемопередающим элементом. Но вот масштабы влияния человека на космос сильно преувеличены. Вопрос приверженцам антропословского космизма. На какой объем пространства, соизмеримый хотя бы Солнечной системой, не говоря уже о галактике, распространяется влияние человечества? Ответ однозначен. Объем этот равен нулю. Если коммуникативная сеть человечества и существует, то лишь в пределах планеты возникло сравнительно недавно и является следствием либо увеличения количества людей, либо эволюционных изменений мозга. Если бы полевые способы контакта были реализованы эволюцией, в животном мире, которому принадлежит и род гомо-сапиенс, вряд ли возник бы естественный отбор. Какой резон волкам гибнуть от голода, если они бы могли экстрасенсорно пеленговать того, чью за горизонтом? Как бы то ни было, техногенных методов коммуникации с системным разумом и единым пока нет. Остается только йога. Либо инициатива самой сети, если таковая существует. Хотя, может быть, межличностная вневременная и внепространственная коммуникация следствия случая, либо каких-то локальных условий. Оптимизация индивидуальной психики может принести цивилизации дивиденды, величина и значимость которых трудно представимы. С точки зрения Бейтсона, разум – это необходимое и неизбежное следствие достижения структуры определенной сложности, возникающая задолго до того, как в организме складывается мозг и ЦНС. Ментальные характеристики свойственны не только индивидуальным организмам, но также социальным и экологическим системам. Этот разум присущ не только телу, но также проводящим путям и сообщениям вне тела. Книга «Урок мудрости». Итак, гипотетический церебральный чип, либо сам мозг, функционирующий при каких-то условиях как элемент неизвестного целого, может активизироваться посредством каких-то событий, например, практикой йоги, либо катастрофами сознания и тела. В результате возникают ситхи, чудеса, которые всегда вызывали людей ощущение присутствия в мире вездесущей, всемогущей и непостижимой силы, именуемой Богом. Вызывают ли физические травмы, утрату адаптации к окружающему, либо они просто изолируют мозг от поля. Всегда ли перестройка внутрепсихической коммуникации в долговременной практике йоги сопровождается полевыми проявлениями? Неясно также, что решающим образом влияет на качество и длительность жизни индивида, полную автономность и осознание, либо наличие его коммуникации с сетью? И каким образом действует на субъект понимание, переживание того факта, что он является ничтожной частью непредставимого целого? Является ли мозг только органом отражения? А если нет, то каковы критерии его включения к сети? Как отличить нейрофизиологический спазм от подлинного контакта? Ответов на эти вопросы пока нет. Мозг и продуцированное им, либо включаемое сетью, локальное сознание индивида универсальный орган адаптации к внешнему миру. У животных нет самосознанности, поэтому их адаптационные возможности весьма ограничены, но идеальны в условиях высокой стабильности параметра внешней среды. Сообщества муравьев и пчел ведут себя настолько упорядоченно, что выглядят сознательно. Информационный обмен у них эффективно осуществляется при отсутствии мозга, поскольку нервная система насекомого это простая цепочка нервных узлов. Колония насекомых – структура из мобильных единиц, обладающих минимумом запрограммированной автономии и ограниченным набором встроенных реакций при неизменных внешних условиях. Реаниматологам и врачам скорой хорошо известно, что шок, кома и потеря сознания далеко не всегда отключает восприятие. Более того, коммуникация субъекта с окружающим порой сохраняется даже при клинической смерти. Пинфил в свое время обнародовал данные, согласно которым сознание функционирует даже при глубокой анестезии, несмотря на отсутствие активности мозга, не снимается ЭЭГ. Мавраматис, 1991 год, отмечает, самые различные формы измененных состояний сознания имеет в своей основе сохранение его общей активности при сокращении физиологической, что отмечено парасимпатической доминантой. Иными словами, продуктивный ИСС, а не оглушение, достижимый лишь при неподвижности и глубокой ментальной релаксации, что по закону вегетативного маятника возникает после хорошей нагрузки и достижения начального этапа ЧВН, полученного в традиционной практике асов. Не существует ли в нас, наряду с корой головного мозга, какой-нибудь другой нервной основы, способной к мышлению, или процессы, происходящие во время потери сознания, являются феноменами синхронистичности, то есть они не связаны с органическими процессами. Синхронистичность. И далее. У человека кома не парализует вегетатику. Может в это время она становится носителем психических функций? Не являются ли сны по рождению не столько спящей коры, сознание выключено, во время сна оно отсутствует? Сколько продуктов не спящей вегетатики, то есть не обладают ли сны трансцендентальной природой? Там же. Известно, что сознание, а точнее его физиологические корреляты, отсутствуют в глубокой стадии сна. В ней же, кстати, и наблюдается парадоксальная активность ВНС, причем симпатическая ее части. Роберт Монро, автор методики Хемисайен, в русском переводе «Путешествие вне тела», утверждает, что сознание и ум – явления нелокальными. Он же назвал телепатию невербальной коммуникацией, НВК. Не берет ли поле в определенных ситуациях на себя функции восприятия, которые обычно присущи сознанию индивиду? Не в НС, как это предполагает Йонг, а именно поле, сеть. Что вообще первично? Поле или мозг? Существовало ли поле до человечества, либо последнее только включилось в его структуру? Может быть, эта внепространственная, вневременная субстанция, подобная динамическому вакууму, является всеобщим банком информации живого вещества планеты? Либо полевые феномены – это компенсация расщепленности психики человека цивилизованного? Или же поле – это следующий этап развития, третья сигнальная система, формирующаяся постепенно, а массовое подключение к ней человечества с помощью йоги еще впереди? Я далек от мысли, что сегодня способностью такого подключения обладают избранные. Лично для меня бритва Акама отсекает гипотезу о творце, создателе и управителе всего. Сегодня человечество находится на распутье. Начать ли процесс киборгизации, вживление различных устройств тела, либо улучшать существующие системы и формировать новые? В принципе, есть разработки и с одной, и с другой стороны. И куда пойдет развитие – неясно. Второй путь более перспективен, поскольку он делает субъект автономным, независимым от источников энергии и производителей. Уже сейчас есть методики формирования дополнительных сенсорных каналов, стабилизации адаптивных механизмов и так далее. Учитывая, что изменения эти строго физиологичны, вероятность наследственных передач достаточно велика. Сознание – это прежде всего взаимодействие со своим телом, представителем из своего вида и природы. Пока не ясно, насколько мозг знания текущей адаптацией, а в каких случаях переключается в полевой режим. Может быть, это имеет место в процессе творчества? В обычном, бодрствующем состоянии сознания активность коры весьма велика. Она просто глушит сигналы подкорки, не давая им просачиваться в сознание. А именно подкорка с ее древними дочеловеческими структурами вероятнее всего и продуцирует ситхи. Не случайно спонтанный выход интуитивной информации чаще всего происходит в ИСС при снижении активности коры. Юродивы, шаманы с психотропами, ЧВН в йоге. Непонятно, когда и как системный разум вставляет свои две копейки в любые человеческие проявления. Да и вообще, две ли это копейки, а не 98? Хотя сама мысль о том, что контрольный пакет поведенческих реакций принадлежит чему-то, кому-то, находящемуся за пределами разума, унизительна. Но сознание берет на себя слишком много и не справляется. А поле, сеть, не имеет доступных средств его вразумления. Подобно тому, как организм не может справиться с раковыми клетками. Аналогия грустная. Человек амбивалентен. Тело стремится к самозахоронению в своих пределах. Душа – выходу за пределы. Высокая степень эгоцентризма выключает индивиды из системного поведения. В результате оно приобретает тотальную деструктивность и печальнее всего то, что именно такой вид автономии обеспечит богатство, успех и власть. Постоянное преобладание полевой настройки делает личность или данный тип культуры органически неспособной к силовому переделу миропорядка по своему разумению, именуемое обычно улучшением. Может быть именно поэтому Индия, несмотря на все прозрения ягинов, так и не стала колыбелью техногенной цивилизации. Итак, в статусе человека заложено двойное смущение. Если индивидуальное сознание оторвано от остальной психики и находится в свободном полете, цивилизация неизбежно попадает в режим развития с обострением и высокой вероятностью распада. Если же превышает преобладание полевое, индивид и все сообщество начинает тяготеть ультрастабильности, сохранение гармонии со средой при минимуме эволюционной динамики, это стагнация и врождение. Оба пути неприемлемы. С одной стороны, мы не можем ждать милости природы и разрушаем ее своей деятельностью, с другой, для выживания вида необходимо сохранять гармонию с природой, прежде всего со своей собственной. Выход из тупика представляется не таким. Общество должно быть информировано о действительном состоянии экологии, необходимости минимизировать корпоративную ложь с ее научным прикрытием, а также распространение эзотерического и религиозного мракобесия. Каждый, чье бытие становится нестерпимым, а таких в мегаполисах сегодня подавляющее большинство, должен иметь возможность самоостановления, в том числе посредством йоги, без выпадения из социума. В идеале, каждый должен четко представлять себе границы личной автономии в поведении, а также издержки ее избытка, прежде всего для себя самого, не тяготея к перекладыванию этих издержек на потомков или на окружающий мир. Необходимо с одной стороны пережить либо ощутить, с другой понять свою принадлежность вселенскому порядку, который так настойчиво проявляет себя в полевых феноменах, включая ситхи. Психика совмещает животное начало в человеке с социальным, сознание с бессознательным, эго с полем, находящимся в необычной размерности мира и его причинно-следственных связей. Итак, мы возвращаемся к условиям коммуникации эго с полным системным разумом, но как бы уже с другой стороны, установив, что в каждом из нас заключен элемент вечности. Полноценно развитое сознание есть одновременно и условия контакта и препятствия к нему. Чтобы возможность коммуникации с полем стала реальной, личность не должна иметь грубых церебральных дефектов, а также эзотерической либо религиозной доминанты. Кроме того, в полевой режим можно попасть лишь при полной деактивации сознания. Обычная активность коры делает этот процесс невозможным, но для этого есть йога. Особое состояние психики заключается в достижении и удерживании некоторых минимальных уровней бодрствования с целью стимулирования психофизиологических процессов, ответственных за проявление биополевых явлений. Система, функционирующая в таком режиме, находится в точке бифуркации, что в теории колебаний означает крайне неустойчивое состояние. Энергия, способная вывести определенный элемент системы из такой точки, может быть крайне слабой и находится в зоне идеальных стимулов. Результаты исследований подтвердили, что неустойчивость системы – одно из главных условий ее высокой чувствительности к биополевым влияниям. Книга «Гипноз и преступность». Вся хитрость медитации заключена в непрерывности сохранения простого внимания. Ум временно обездвижен и обесточен. Только тогда на его чистом экране может проступать глубинное содержание. Особенно впечатляюще данный процесс протекает у людей с преобладанием визуальной модальности восприятия. У прочих он наблюдается лишь косвенно, а результаты осознаются постфактум. Сознание в обычном своем состоянии контактирует с полем крайне редко и в исключительных случаях. Мир полон описания таких контактов и сопутствующих чудес, но превратить коммуникацию с полем в реальность дано единицей. Таким исключением черпавшим информацию из поля была Ванга. Но она крайне редко говорила, что именно следует сделать для того, чтобы неприятности в будущем данного человека не наступили. По данным Болгарской Академии Наук сбывалось около 80% ее пророчеств. Как воздействовать на сеть, чтобы возник желательный отклик? Доступным инструментом для этого является только намерение. В медитации самоосознанность минимальна, но оперативная память хранит памятование о желательности определенного хода событий. Это с большой вероятностью может вывести на желательный аттрактор. Коммуникация развернется в русле намерения. Никакие варианты контакта по желанию не проходят. Намерение гомеопатичное. Тысячекратное разведение вот пример раздражателя, вызывающего нужную реакцию. Любые манипуляции и ухищрения с целью получить необычные способности бесплодны либо непредсказуемо опасны по своим последствиям. Как правило, все решает сеть, либо его величество случаев. По проявлению паревых эффектов можно схематично подразделить социум на следующие группы. Безумцы и слабоумные. Сознание фрагментарное, личности нет, контактировать некому. Люди с явным ослаблением умственных способностей. Юродивые, блаженные. Контакт возможен, но бесплоден. Это пародия на коммуникацию, очень часто принимая окружающими за откровения. Те, кто по неясным причинам от Бога в результате случайности либо катастрофы получает доступ к сети, либо она сама отбирает их. Среднестатистическая группа, незнакомая с неврозами и пограничными состояниями. Полевые феномены крайне редко вторгаются в их жизнь, именуясь чудесами, случаем, либо дьявольским наваждением. Люди, обладающие первобытной жизненной энергией, позволяющей игнорировать бессознательное, это первопроходцы, революционеры, разрушители и неиспровергатели, завоеватели и авантюристы. Они реализуют свои усилия только на основе личных способностей. Те, у кого при ясности ума и неординарных данных преобладают желания, замешанные на инстинктах. Например, Сигизмунт Малатестера, один из персонажей Возрождения. Аскеты, контактирующие с конфессиональной моделью единого, неподлинной сетью, через религиозные ритуалы. Смотри главу, йога и христианский местицизм. Те, кто после контакта творчески трансформирует энергию ракетипического, создавая вне временные произведения, от йога-сутр и божественной комедии, до росписи сикстинской капеллы и теории относительности. Те, кто способен управлять ситхами, великие йоги, обладая реальной силой, они никогда не трогают текущую конфигурацию событий, поскольку слишком хорошо представляют последствия такого вмешательства, в том числе и для себя. Духовные реформаторы, может быть, избранники и полпреды сити. По мере накопления практики йоги, калибр ситх и личная сила растет, но это обстоятельство никак не гарантирует контакт с едиными. Попытки влиять на чужую судьбу с чреватой угрозой личного полевого статуса. В середине 90-х на одном из моих уральских семинаров появилась девушка Оксана, математик по профессии. За год регулярных занятий она решила проблемы со здоровьем, но затем ударилась в буддизм и стала пренебрегать йогой ради преработка занявшейся Екатеринбурге снятием кармы. Я намекнул ей, что ввязываться в эти игры не имея соответствующего запаса прочностью могут только камикадзе. Весной 98-го она позвонила с просьбой взять для нее в посольстве Австралии анкеты для въезда. Я выполнил просьбу и еще раз порекомендовал не искушать Господа Бога своего. Осмеявшись, она ответила, что за карму хорошо платят. Зато в Австралии можно будет наконец работать по специальности. Два месяца спустя Оксана и ее мать и дочь погибли в автомобильной На двоих выживших не оказалось ни царапины. Тот, кому дано услышать, поймет, кому не дано понять, не услышит. Лао Цзинь На самочувствие и состояние окружающих могут влиять экстрасенсы, субъекты со специфическими способностями, которых можно отнести к малым ситхам. Как правило, эти люди не понимают механизмов и причин своих способностей. Они могут снять достаточно тяжелую симптоматику или боль, а также способны замедлять на какое-то время развитие расстройств, не опасных для жизни. Сочетать практику йоги с экстрасенсорным воздействием нужно с большой осторожностью, поскольку смешение эффектов может быть опасным. Помню бывшего спортсмена, пришедшего в йогу для избавления от многочисленных травм. По ходу практики перекос спины у него постепенно сместился в область таза, и в почему-то асане, которое по форме получалось вполне прилично, начал болеть правый сустав бедра. У парня этого был знакомый экстрасенс, который заявил, что видит в ноге энергетическую пробку, и благополучно ее убрал. Нога стала как новая, правда неприятные ощущения исчезли вместе с гибкостью. Когда через полгода форма по щему-то асаны восстановилась, вернулась и проблема, с которой пришлось разбираться потом достаточно долго. Состояние, в котором эго и неэго больше не противоречат друг другу, является осью дау. Просветление, это когда ты используешь свое внутреннее зрение, свой внутренний слух, чтобы проникнуть в сердце вещей, и тебе не нужно никакое знание, даваемое разумом. Джоан Зы. Невозможно, чтобы кто-то видел что-то из вечного, если он не станет подобным этому. Евангелие от Филиппа. Абсолютное здание при синхронистичности, которое нельзя получить с помощью органов чувств, говорит о трансцендентальной форме существования смысла. Синхронистичность. Психика существует в материальном теле и сливается с информационным полем через бессознательное. Там же. Об этом говорит и Налимов, выдвинувший концепцию семантического вакуума, потенциально содержащего бесконечного количества смыслов, которые всего лишь нужно извлечь. Юнг отметил, что устанавливая контакт с полем, человек становится в некотором роде бессмертным. Этот тезис многозначен. Я понимаю его так, что поле может быть каким-то образом дублирует структуры, представляющие для него интерес. Иногда человек практикует йогу систематически и грамотно, но его остальная жизнь придает ситкам отрицательный знак. История первая. Когда в 1991 году был основан Московский центр классической йоги, он состоял из четверых. Автор этих строк Бориса Мартынова, выпустившего впоследствии ряд книг, в том числе и переводы йога у Панишат, Константина Данильченко и Романа Амелина, болезненно тучного парня, за внешнюю флегмой которого скрывались блестящие способности и незаврядный ум. В совершенстве владея английским Роман имел абсолютный слух, с блеском окончил музыкальную школу и неоднократно пытался поступить в консерваторию. Но когда понял, что туда попадает только по протекции, сорвался и надолго загулял, пока не напомнил о себе слабое здоровье. Ко времени нашего знакомства он успел основательно, правда в теоретическом аспекте, обникнуть в йогу, поскольку пользовался тематической подборкой англоязычной литературы культурного центра при индийском посольстве в Москве. Там же мы занимались у первого в России профессионального преподавателя йоги Лакшмана Кумара. При знакомстве меня поразила теоретическая подкованность Романа. Кроме того, он потрясающе пел мантры и постоянно занимался какими-то медитативными штуками, не уделяя при этом телу никакого внимания. Я постоянно пытался втолковать ему необходимые систематические занятия асанами, но Роман был крепким орешком и борьба наша длилась с переменным успехом два года. Он то начинал заниматься более или менее регулярно, то надолго запрасывал практику, предпочитая лишний раз посидеть за чашечкой кофе в джанторанге либо гостить нас роскошным пловом собственного производства. Потом у него возникла идея фикс попасть в бихарский ашрам, чтобы получить программу восстановления здоровья прямо на месте. Сказано, сделано. Вскоре Роман отбыл в Индию. Знанием английского языка, философии, йоги и мантр он произвел такое впечатление на индусов, что получил возможность личного контакта с нынешним главой ашрама свами Ниранжанандой. Через месяц ежедневных бесед он дал Роману мантра и асана дикшу. Дикша – персональное посвящение. После первого же применения мантры Роман двое суток валялся в лёжку и потил чёрным потом. С асанами было ещё круче. Не менее часа в день он должен был выполнять сукшма в яяму – суставную разминку, а затем подряд около сорока пос. Кроме того, Ниранжананда запретил ему употребление чая, кофе и острых приправ. «Ты был прав», – сказал он. «Если б не сочковал я эти два года, ведь ерунда получается, визуализация и всё прочее идёт великолепно, а самочувствие всё хуже». В то время мы с сыном как раз собирались в Крым. Я посоветовал Роману приступить к занятиям, не дожидаясь моего возвращения. «Не пойдёт?» – апатично сказал он. «Без тебя не хочу. Подготовлюсь морально, а вернёшься, тогда и начнём». И мы уехали. Однажды утром я с удивлением узрел на пляже в бухте Лас-Пи старого друга, с которым мы не виделись несколько лет. Он поздоровался и спросил. «Слушай, есть у тебя в Москве знакомый по имени Роман?» Имею в виду, с ним большие неприятности. Роман так не успел начать работу с телом, который тот нуждался, и с таким роковым упорством пренебрегал. Он погиб в абсолютно нелепой автомобильной катастрофе. Если дух развивается без сопутствующей трансформации физической оболочки, судьба с какого-то момента начинает работать на разрыв. История вторая. Началась в 1989 году. Накануне первой всесоюзной конференции по йоге меня пригласила к себе домой Елена Олеговна Федутова. В 1988 вместе с представителем НИИ нормальной физиологии имени Анохина ее направило в Индию научно-техническое управление Минздрава СССР. Возглавлял его тогда профессор Ильин. Там они посетили целый ряд ошрамов. Поездка была предпринята в рамках подготовки конференции, знаменующей выход йоги из опавы. В беседе Федотова сказала, что благодаря ее личным усилиям на московскую конференцию прибудет известный гуру БКС Эйнгар. И хорошо, если бы кто-нибудь из наших самодеятельных йогов поразил его своими успехами настолько, что он открыл бы здесь свой филиал. Ему, наверное, видней, ответил я тогда. Это уж как Бог даст. Случилось так, что Эйнгар извлек меня из толпы энтузиастов во время занятий и даже лично, дожимая поясницу к полу, походил по мне ногами в субтоверасане, с чем, тут же просияв, поздравили меня Махида и Фаекбирия со словами «Для ученика это великая честь». Через какое-то время после отъезда БКС прислал Федотовой и мне приглашение на месячный курс в Пуну. Я не стал дергаться, поскольку мое понимание о юге, радикально отличное от Эйнгаровского, сформировалось давным-давно. Федотова же в Индии этот ознакомительный курс прошла, получила соответствующую бумагу и, не мудрствуя лукаво, на ее основе зарегистрировала свой собственный центр Эйнгар-йоги в Москве, после чего, забросив науку, ринулась в бурные процессы, знаменующие выход йоги из-под пулия. Ее можно понять, кандидатов в наук девать некуда, а возможность стать владельцем эксклюзивного бизнеса выпадает далеко не каждому. То было легендарное время. Проявились многочисленные апологеты Зубкова, а новоиспеченный центр Федотовой мгновенно спелся с мутными ребятами спортивных госструктур. Один из них, Ю Белоус, тогдашний глава НПЦ при НИИ Госкомспорта, сразу после того, как Эйнгар проявил интерес ко мне, предложил возглавить его секцию йоги вместо Эл Тетерникова, но я отказался. К тому моменту Тетерников уже покинул фирму Белоуса. После конференции у него, как вецепрезидента Ассоциации ЮГИ СССР, на руках остались все козыри. Он украл учредительные документы, печать организации и ушел в автономное плавание. Найти его по телефону, либо наяву, не мог никто. Я работал спокойно в своем НИИ, занимаясь свободное время терапией и наблюдая за события в йоговском мире, а удивляться было чему. В непрерывной чехарде семинаров по йоге, закрученной Тетерниковым по всему распадающемуся союзу, он вовсю пользовался своим официальным статусом в ассоциации, работу которой сам же и парализовал. Федотова приняла самое активное участие, хотя бы не могла не понимать, что связалась с отпетым мошенником. Периферийный народ ломился на эти семинары, не имея ни малейшего представления о том, что такое йога. Конкурентов не было. Кандидаты химических Тетерников и психологических Федотова наук снимали крутые пенки по городам и весям. Тем более, что в наступившем беззаконии опасаться было нечего. Кроме того, Федотова, как я понимаю, уже тогда начала формировать региональную сеть Айенгар-йоги в России. Отснятый Далим Орловым часовой видеоматериал, где Айенгар нам не показывал участникам конференции нюансы асан, канул в небытие. Федотова тоже коскость землю провалилась, а когда ей еще дважды пришлось вместе с Фаиком посетить мой дом, была холоднее льда. На занятиях в своем распеченном центре вела она себя с новичками абсолютно беспардонным, и эти манеры быстро усвоило ее окружение. Было ясно, что йога для Елены Олеговны это прежде всего бизнес, а я, прилюдно одобренным самим БКС, опасный конкурент. Видимо, она не могла поверить, что нет у меня желания втягиваться в борьбу за денежные знаки. В 1993-м Федотова опубликовала свой перевод Йога Дипики, и вскоре он был сыном в Америку к мужу Владимиру Пахико, весьма способному программисту, он уже работал там по гранту. Своё московское детище она, уж не знаю на каких условиях, оставила Елене Ульмазбаевой, а сама устроилась инструктором по йоге в центре Стэнфис, бывшая стэнфордская студия йоги. Я не мог взять в толк, как может человек учить чему-то, когда его собственное поведение лишено элементарной порядочности. Однако Бог долго ждет, но больно бьет. Сделанное нами, неминуемо к нам же и возвращается. В древности такой ход событий назывался гармониями, тайными путями, уравновешивающими людские действия. Федотова преподавала йогу, будучи далека от требований ямы-неямы. И, видимо, это в том числе привело к тому, что 21 сентября 1998 года она, ее муж и 12-летний сын были зверски убиты в собственном доме. Виновников полиция впоследствии так и не нашла. Официальная версия, она же единственная, состоит в том, что, возможно, причиной трагедии стали проблемы компании «Эниматек», частично связанной с финансовым кризисом в России. Если Роман потерял свою физическую оболочку, то и Елену Олеговну, у которой не было проблем с телом, убил дефицит морали. А может быть, и что-то еще, о чем мы уже никогда не узнаем. Чтобы не завершать главу на минорной ноте, скажу пару любопытных случаев. После нескольких лет занятий у одной из моих учениц ситхи начали проявляться весьма специфично. Например, однажды утром у нее возникло четкое ощущение, что с сыном в школе что-то произойдет. Понятно, если оставить его дома, это что-то произойдет тоже, и не исключено, что в гораздо худшем варианте. Поразмыслив, дама отправила сына в школу, строго-настрого припруднив, чтобы он вел себя как можно тише, а затем созвонилась со знакомым хирургом. Днем, во время беготни на большой перемене, ребенка толкнули, и он врезался боком в угол подоконника. Из дома, ощутив недомогание, он был сразу же доставлен в больницу, где и подвергся успешной операции по устранению разрыва селезенки. Еще одна дама, впустя год после начала практики, начала видеть внутренности окружающих, в частности, пораженные болезнью места. Это повергло ее в такой шок, что на какое-то время она перестала пользоваться общественным транспортом. Когда мы обсудили ситуацию и удалось сформулировать нужное намерение, феномен этот стал включаться только по желанию. У каждого, кто осваивает йогу, жизнь постепенно становится прекрасной и удивительной. Это и есть самое главное чудо. Ситхи можно сравнить с конфетти, но если конфетти является трибутом праздника, то ситхи признак будущего совершенства, начальный симптом его, подобный временному повышению температуры после прививки. Но если температура не падает, передача, Продолжение следует... ... ...